Добрый день! Сегодня у нас храм с необычным посвящением в честь Великомученицы Марины. Морская, да, когда-то это переводится, это имя. Вот построили его и возвели в Бице. Бице – это недалеко от Москвы, а сейчас настоящая столица. Здесь огромное строительство, и среди этой стройки мы увидели маленький, приземистый, очень аккуратный, красивый храм, который высится в неком таком уголке, напоминающем рай, где много цветов, экзотических растений. Но обо всем этом в нашей программе. Храм Великомученицы Марины в Бице – единственный с таким посвящением во всей Русской Православной Церкви. Как мы узнали за церковным ящиком, любят его и знают Марины и Маргариты из разных уголков России и за границей. Храм утопает в цветах. Здесь много роз, из лепестков которых одна из прихожанок делает особое варенье. Такого вы точно нигде не увидите и не попробуете. Пока история храма не перешагнула даже десятилетия. Настоятель – молодой священник, который осуществил все этапы строительства. Причем проходило это стремительными, быстрыми такими темпами. И храм, как говорят местные прихожане, как будто взлетел. Как это все происходило, мы у него и спросили, у отца-настоятеля. Буквально с Божьей помощью, конечно. Это действительно так. Вообще история такова, что рядом находится поселок Дубровский. Поселок Дубровский. И изначально я служил там. И прихожане из соседнего поселка, в том числе и отсюда, из Битцы, ходили в поселок Дубровский. А потом они выразили желание, а давайте-ка и у нас делаем тот же храм, чтобы было нам удобно, хорошо. Ну, задание получено. Начали мы эту тему пробовать продвигать. Совершенно не знаю, удастся или нет дойти до какого-то логического конца в этом вопросе. Но сложилось так, что получилось. И вот нам выделило государство, согласно законодательству, землю, на которой мы могли построить бы храм. А строить как, было непонятно. И появился человек, который здесь бывает, в поселке Битцы, у него здесь дом. Когда по работе в Москве он приезжает. И он сам пришел, сам сказал, что была такая давняя мечта построить храм. Не против ли мы? Мы, конечно, были, мягко скажем, не против. И стали с ним сотрудничать, что тоже было непросто. Люди, которые имеют такую возможность, обычно они такие деловые, непростые. Но, тем не менее, и дружба у нас с этим человеком завязалась. Григорий Николаевич его зовут. И храм он построил, свое обязательство выполнил. Ну, а дальше уже приходская жизнь стала здесь как-то зарождаться, развиваться. И прихожане стали приносить иконы, храм украшать. Вообще у нас прихожане добрые, мы все добрые. Нам как-то с добром повезло. Ну, а ничего, что вот просто вот этот храм среди такой пустыни, которая еще вся изрыта там. Ну, это сейчас, это пустыня возникла. Раньше-то здесь был такой довольно тихий уголок, храм. Сначала здесь вообще был пустырь. Вот железная дорога и бурьян, заросший непонятно чем, появился храм. И к храму стала притягиваться и какая-то цивилизация, жизнь. Магазин, который тоже так, он худо-бедно существовал, тоже его отремонтировали. И было здесь очень красиво, тихо и спокойно. Храм, напротив него магазинчик, поселок. А сейчас строится юго-восточная хорда. И, конечно, в связи с этим обширная стройка. Мы как-то в ней пытаемся выжить. И это, конечно, тяжеловато. Но надеюсь, что мы выстоим, выдержим. И здесь цивилизации в хорошем смысле станет еще больше. И как-то тоже мы продолжим свое существование. А почему у храма такое посвящение? Я первый раз встречаю храм в честь великомученицы Марины, Маргариты. Да, вот интересно так получилось. Дело в том, что когда мы думали о том, кому же из святых посвятить храм, отец Благочинный такую задачу поставил, сказав, что, ну, может быть, придумаешь какого-то святого, кому не очень много храмов. Потому что казанские храмы есть у нас. Вот, и святили Николая, много храмов и так далее. Я стал думать. Хотелось, конечно, изначально в честь Петра и Павла построить. Но все-таки мне показалось, это несколько так, как-то немножко... Банально. Да, и как-то нескромно. И в то же время есть в Ясенево недалеко здесь храм апостолов Петра и Павла. И я почитал великомученицу Маргариту, и вот возникла такая идея ей храм посвятить это святое. Потом уже впоследствии мы узнали, что ее храмов вовсе нет. Как ни странно, очень много у нас марин наших сестер во Христе, то есть среди православных христианок. Мне сказали, что у вас на престольный праздник было причастников более 170 человек. И все они в основном носят это имя. Через одну, да, совершенно верно. Для нас это очень много людей. У нас храм такой сельский. Но раз в год действительно народу приходит больше, чем на Пасху. И почти все они Марины, Маргариты. И приезжают из окрестных городов, республик, стран других даже. Из Республики Беларусь приезжают на престольный праздник. Марины, Маргариты собираются дружно и едут. Вот так как-то получилось. Ну, было еще несколько вариантов святых. Сергия Радонежского, потому что тогда был год ему посвященный. Смоленской иконы, потому что жители, которые были инициаторами постройки храма, почитали ее. Но мы вот тянули жребий на праздник Успения, на престол, положили коробочку туда. Вот название как-то для меня тоже было важно, чтобы не только я свои какие-то там мысли продвигал только лишь эгоистично. Но действительно получилось, что как-то мы жребий вытянули с великомученицей Мариной и Маргаритой. Ну, у нас на столе яблоки. Берите в руки. Яблоко – это вечный символ преображения. Вот помните ли вы в своей жизни преображение? Первое какое-то, которое вас поразило. Ну, конкретно именно преображение так я не могу вспомнить. Вот именно первое в своей жизни праздник преображения. Наверное, в ряду других праздников всегда сминаешь первую Пасху. Преображение так я, наверное, не скажу. Но какие-то впечатления в храмах, когда я еще был маленьким, мне нравилось украшение храма на праздник преображения. Нравилось, конечно, что приносит всякие вкусности, в том числе и те же самые яблоки. Ну что же, вот мы видим яблоки. Вы вообще любите готовить? Ну, поскольку как-то наплывами бывает, что что-то хочется сделать, и берешь и делаешь, понимаешь, что никто, кроме тебя, твой замысел не исполнит. Яблоки. То есть мы сейчас можем приготовить из них самое такое простое и в то же время приятное угощение, которое очень легко готовится, которое, тем не менее, праздничное. Это запеченные яблоки. Запеченные яблоки. Как мы их будем готовить? Можно взять вот такую вот овощечистку. Почему не нож? Потому что ножом можно нынче повредить руку. Нам понадобится серединочку вырезать, да, к чему мы, наверное, можем приступить. Я попробую, как бы навык такого у меня прям нет. Есть даже специальные сейчас инструменты, чтобы руку не проколоть, вот эту серединку. Ну вот, да, но они, вот которые я видел, они режут яблоко насквозь, а нам насквозь его не надо резать, потому что мы будем, опа, наливать туда мед, и нам не нужно, чтобы он пролился насквозь, яблоко. Поэтому так мы как бы выковыриваем это все, туда убираем. Угощение будет сладким. Мы про украшение храма на преображении поговорили, а вот в чем смысл-то преображения? Этого фаворского света, которого нам всем не хватает в жизни? Ну, смысл, конечно, можно найти много смыслов душеполезных, спасительных в этом празднике. Но как церковные песнопения воспевают, да, Господь явил свою славу ученикам. И, как говорит Антоний Сурожский, что это не он на самом деле-то изменился в преображении, не Господь. А уже к этому времени так или иначе как-то внутренне изменились ученики. Они оказались готовыми этот свет увидеть, предвкушение того вечного света. И Господь хотел их просто укрепить, чтобы они, вспоминая, что действительно перед ними был Сын Божий. Когда его будут распинать, да, чтобы они не усомнились в его божественном достоинстве. Вот. Что же, мы третье яблоко-та-та-та готовим. Все, мы идем, как говорится, по плану. Все у нас получается. Вы упомянули маму. Мама стала помощницей в вашей деятельности? Да, слава Богу. То есть, как бы, и, ну, вот, Зарковиловский я благодаря маме, стали мы в храм ходить. Вот. До этого мы были такой обычной постсоветской, скажем, семьей. То есть, ну, посещали храм просто на большие праздники. Вот. На крещение за крещенской водой, на Пасху куличи. Вот. А потом, ну, тоже произошло событие в жизни. Скончался у меня отец от рака легких. Вот. Но тоже, как бы, как говорят, такие печальные события, они как-то людей меняют. И иногда к лучшему такой парадокс, да, что не будет каких-то тяжелых событий в нашей жизни мы не станем лучше. Вот. И после этого мы стали ходить в храм. Вот. И как-то вот так вот получилось. Вот. Что же, теперь мы переходим к меду. Опа. Мед может быть на любой, наверное, вкус, кто какой захочет. Ну, у меня, кстати, вот у друга тесть, друг священник. Тесть у него очень хороший человек. Теловод? Да, да. У него две пасеки. Он нам сюда мед поставляет. Нам всегда как-то так меду хватает. Ну, я знаю еще, что вы наш коллега и ведете программу на местном видновском телевидении. Как вы дошли до этой жизни? Вот. Тоже интересный вопрос. Ну, есть такая потребность, конечно, чтобы церковь, она присутствовала в медиапространстве. И доступные наши медиа. Это Видное ТВ канал. И там люди очень охотно взаимодействуют с церковью. Вот. И как-то... Ну, меня привлекали периодически там какие-то записать. Раньше программа, так она выходила очень редко. Программа называется «Дорога к храму». И, ну, что-то там рассказать, записать, какие-то мысли. Вот. А потом уже как бы... Ну, и мне это нравилось, и вроде как получалось. Я стал уже таким постоянным ведущим программы «Дорога к храму». Вот. Еще у батюшка есть отец Максим. Священник Максим Гартинский тоже в нашем благочине служит. Вот. У нас еще с ним вместе музыкальная группа есть. Вот. И мы с ним вместе ведем эту программу. Приглашаем гостей по возможности. И она раз в месяц выходит. Что, в общем, тоже непросто в таком ритме снимать как бы программу, имея основное все-таки основное служение в храме. Отправляем? Да. Отправляем. Нужно будет... Мы это делаем как? Мы отправляем это в микроволновку на 5 минут. Вот. Кто-то в духовке запекает. Кто-то... Вот мы в микроволновке, потому что это довольно-таки просто. На 5 минут накрыть специальной крышечкой, чтобы все это не разбрызгалось. Ну, и дальше как Господь управит. Вот. Но на работе даже на 4 делаем. Ну, вот. Эти яблоки большие. Я думаю, что 5 минут будет как раз. Ну, там, 4,5 поставим. Ну, вот. Яблоки готовы. Немножко они... Поплыли? Как бы поплыли чуть-чуть. Но это ничего страшного. Я думаю, что это очень даже будет вкусно. А так их вот можно прямо есть ложкой. Вот. Можно добавить орехи. Кто-то потом добавляет. Кто-то еще до добавляет орехи. Просто у нас как бы сейчас не приключилось под рукой. А так, как бы, вот такое овощение. Ждем от вас несколько слов на путствие, на преображение. Ну, наверное, хочется всем нам пожелать тоже главное внутреннего. Преображение. Потому что современные средства помогают человеку преобразить себя внешне. Вот. Это так, как бы, все в этом сегодня преуспевают. А вот внутренне очень много работы, конечно, каждому нам предстоит. Вот. Хочется, наверное, попросить Бога, чтобы он нам помог нашу внутреннюю составляющую как бы немножечко дотянуть. Берез неделю, где будет новое место и новый рецепт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова